Бум! Всем привет, друзья! Сегодня мы будем играть в Транспорт Фивор 2 Что ты делаешь? Это с прошлого ролика Живёт, ладно Сегодня мы будем играть в Транспорт Фивор 2 И развивать нам транспортную передачу Шестая часть уже В пятой части мы накопили 1 миллиард Первый, она ещё Вот пока пятая часть заливается на Ютуб Я начал снимать шестую Я где-то уже, ну, чуть больше двух недель Не снимал ни одного ролика на свой канал Что-то я призовыла И вот за это время у нас уже набралось 100 подписчиков Спасибо вам всем за это Вот три года с моего создания канала Мы шли и дошли до 100 подписчиков Это большое достижение Вы можете сказать, например, там у каких-то больших блогеров Там по 100 тысяч, там по миллиону Но если вы думаете, что самому легко набрать 100 подписчиков, то вы ошибаетесь Ну, ладно Ролик у нас будет неразговорный Эту серию хочу посвятить самолетам Будем делать грузовые линии самолетов Просто развивать самолеты Потому что самолеты это круто Кстати, вот Я понял то, что аэропорты нужно строить подальше от городов Потому что они загрязняют эти города От этого Витебск Ну, что-то мне не хочется перестраивать эти все линии Серьезно Поэтому не знаю, останется ли рядом с Витебском Ну, пусть останется Короче, я хочу сделать грузовую авиаперевозку Я типа понял, как это делается Сейчас вам все буду показывать Значит, будем кирпичики возить Я, кстати, вот Кроме того, чтобы на видео играть Тренируюсь так В своих мирах В песочнице в этой игре И вот там я Что-то вот Узнаю, что можно делать в ролике И что там будет нормально Там новое что-то придумывают И вот за то время, пока я не снимал ролики Немножко играл в теме РС Столько еще она придумала Вы не представляете Там я создал островные миры Ну, типа между островами там было все И там просто Вот я делал подземные дороги по морю Там большая подземная дорога Так прикольно было это делать Куча самолетов делал Грузовые перевозки Пшик и блеск Я не знаю, правда, зачем здесь дорога Все равно мы не будем уже до сюда ездить Ну, давайте обновим ее тоже Мне же один миллиард, мне не жалко Опа, все С одним миллиардом на счету ничего не жалко Значит, что я планирую сделать Грузовые авиаперевозки Будем кирпичи в город возить Грузовой аэропорт Можем его поставить где-то вот тут Он далеко от города Ничего загрязнять не будет у нас Надо давать не будем лес наш ломать Все-таки красивенький лес О, сюда завозим Смотрите, как можно сделать, например Вот здесь вот будет выезд Едем в аэропорт И чтобы так не мешать Ничего не пересекать Можем сделать на Н нажать и вот Смотрите, подземных подылочек Прикольно такие делать Прикольно Там вот в этих подземных ходах Я весь мир сделал Вот, короче, провели Че я хочу сделать Значит, хочется вот возить камень И, кстати, чтобы быстро это происходило Можно швить Ведь можно реально сделать Мой подземный ход, который я и люблю делать Чему бы и нет Сейчас мы сделаем просто самую быструю линию Ее можно будет одним грузовиком Ну, не одним, конечно Чуть побольше А думаю, но все равно Кстати, грузовые авиаперевозки делать легче Не нужно там куча остановок собирать Чтобы пассажиры собирались И прибыль какая-то была Ну, вот, значит, че у нас Сюда, сюда И вот Тра-та-та-на-да-да-да-да-да Вот здесь Соединяется Ну, и вот этот грузовик будет завозить все в наш аэропорт В этом аэропорту будут складываться кирпичи Самолетики такие Ну, они будут доставлять не так много кирпичей Но Но поскольку эти кирпичи перевозятся с далекой дистанции Понятное дело, что они будут давать много денег Проверено Чтобы не загрязнять город Как я говорила Что он загрязняется Земл-аэропорт далеко И нужна будет еще одна линия Грузовики которой Будут уже в город завозить все, что нам нужно То есть вы поняли Интересно придумали Вот так вот, значит И здесь какой-нибудь грузовичок будет из аэропорта То, что там самолетики наши привозят Сюда вот Тоже подземный ход сделаем Оп Ну вот, красивенько Все готово Ну и здесь вот это вот И можно тремя линиями организовать кирпич И заработать больше Чем мы обычно зарабатываем Вот, например Сейчас вам покажу В чем мы там сколько денег уже 40 лямов профигачили На это все Но это того стоит Что там у нас Ее пересетие Где-то язык нужен Кирпичи Квара Аэропорт О, ништяк Только теперь узнать Где это все Вот тут Оп Сюда Не знаю Сколько еще машин Сюда я отправлю Не помню Почему у меня место кирпичей в аэропорт Соединилось в другое Ее пересетие Давайте еще раз эту линию Создать Мне не жалко Вот кирпичевый аэропорт Стоп Что-то я не понял А что у нас с линиями происходит Ладно Вот кирпичевый аэропорт Готовы Дальше линия Назову ее так Айра Кир Пичи Я так и называл все Ну а еще плюс то, что оно вначале будет стоять на букву А Через всю карту мы перелетаем Много денег сгираем с этого с дальних перевозок А кстати, я через всю карту мы все делаем Я вот кстати еще делал всякие приколы Там я достигал максимальной возможной скорости в игре Там самый быстрый самолет 974 км в час Я делал маршрут через всю карту С самого угла до того самого угла И он реально разгонял на секундочку Вот столько Это реально круто Ну че И кирпичи Из Аэропорта Все, nice И сюда Вот мы пересадимся Ну а теперь можно в принципе запустить сюда транспорт наш Что мы будем тут Значит че Ну в город я думаю сильно много не потребуется Здесь в принципе маленький расход вот этих вот Это вот плюс Кирпичей за работа Вот небольшой расход грузовичков у нас будет Оп Сюда вот перемотаем Сейчас мы все в самолет переделаем Ну для производства этих кирпичиков я думаю Пятерик нам потребуется все-таки Ну и на саму перевозку этих кирпичей Самолетик пока один есть Что два Сделаем Это тридцатка вот Двадцать два отсека Ну не двадцать два отсека Мне кажется здесь будет лучше пока вот это Ну давайте все-таки боинг сначала вот это такой Все-таки европейские Европейский транспорт мне больше нравится Один слямка потратим Правда аэрокирпичи Ну поехали все Запускаем Вот у нас декабрь идет Сейчас будет 2076 год скоро Давай бип Заезжай Ничего ты не берешь Сейчас мы покажем вам как все работает Начнется все понятное дело отсюда Ебростые Ты взял восемь штучек Все поехали Вот он проехал быстренько И все по прямой Забирает вот сюда вот это все Что там нормально берет Что пока немало берет Надеюсь что этот бизнес удастся Почему-то вот эти вот кирпичи Карьера вот эта вот Доставка тут всегда маленькая Хотя не норма Еще маленькая Сейчас оно все разогреется Вот видите уже вот к аэропорту К аэропорту Аэрокирпичи пять штучек Восемь Вот они завозят все это сюда Что у нас там по самолетику Понятное дело что он пока ничего не привез Ты куда уже улетел что Я не понимаю куда он улетел Кто здесь Кто там Давайте его найдем Уже в плохом состоянии транспорт Ой какая досада Еще минус то что здесь такого Нет сильно быстрого пассажирского транспорта Все Ты где летишь? А так он только приземлился получается на этот аэропорт Фига ты быстрый Ну ладно Кстати давайте посмотрим быстренько он летит или так Ну поскольку тут маршрут через всю карту Он должен разгоняться быстрее того самолета Он же прям начинает так переть Ну да он только начал лететь уже и летит Ну да 800 даже 900 будет Ну да смотрите 900 973 было даже Нормально То есть 973 Почему то 974 не показывалось Даже когда я тогда летал То есть мы разогнали максимальную скорость В этой игре Прямо сейчас Ну вот он же залетает на нашу кирпичик Их уже больше чем 20 здесь Давайте еще лучше бизнес Иди иди вот Сейчас если не будет хватать одного самолета Ну скорее еще так и будет Придется нам Смотрите Тут уже 36 штук Он один не заберет столько Давай забирай Вот двадцатку забрал и сейчас полетит туда Надо будет еще заняться пассажирскими линиями Кстати вот интересно Заработаем мы 2 миллиарда в этой серии Если да то вообще четко будет Сначала было в первой серии Сколько там В первой серии мы начинали с 50 Закончили 37 Немножко мы снизились в бабле Но сделали немножко Потом мы уже разбогатели До 80 лямов Во второй серии В конце третьей серии Там уже у нас было 200 лямов В конце четвертой 600 А в конце пятой Которая Уже вышла для вас А для меня еще нет Мы заработали 1 миллиард 300 А здесь я думаю мы Вот уже миллиард 362 Нормально Что там по кирпичикам нашим Мне кажется здесь где-то Ляма 3 минимум Мы должны получить за эту доставку кирпичей Ну потому что как еще по другому Вы согласитесь Все приплыли Точнее прилетели У нас забор в воздухе висит Что делать Ой блин Весь транспорт уже портится Самая первая линия Которые мы тут делали Это вот он Здесь был дорожный транспорт 1 17 лямов на автозамен Для ушел Сколько? Ооо Фига 8 лямов мне дали за эту Это 20 штучек А если я Фул самолет 51 Фига там уже копится 73 Ну да То есть вы видите уже Бизнес гору Давайте 50 Что тут побыстрее Вот это будет пошустрее Посильнее самолетик Давайте его возьмем Вот Аэрокирпичики наши Он же сейчас Если тот самолет получил за доставку 8 лямов За 20 всего лишь А здесь 51 То здесь он должен Ну лямов 20 Пидать Если так дело будет идти То нам придется еще самолеты брать Накпур Полетели Мне кажется конечно будет сложно Обогнать по прибыли линию пояс Вот этот вот Что у нас по прибыли сейчас? Ну А Самолет у нас со мной прибыли сейчас Поезд у нас на втором месте по прибыли Но он тоже как бы То лучше То ниже А У нас же два поезда У нас есть и 300 км в час поезд Вот этот И первый поезд Самые наши самолетики есть Аэрокирпичи пока на четвертом месте Но я уверен что они Либо там будут в первой тройке уже Хотя они сейчас в первой тройке Либо обгонят сено Потому что смотрите Что тут творится Полностью загрузка Кстати Мы сейчас вот смотрите Оно Как там доставка у нас идет Ну ладно Все таки Эти грузовички Они быстро туда сюда ездят Так что мне кажется Они не сильно прибыльные Но все равно Как у тебя была хоть одна доставка? Ну была 170 17к Мне кажется даже Сколько? 20 лямов Как я и сказала Ну вы видели просто Такое Мне кажется Вот с линии Из аэропорта Можно даже Один грузовичок Вычислить Ну потому что Тут один все сможет В принципе сделать Это какой? Это 191 Ну то есть забираем 190 Чтобы Кто знает эту игру Вот может все Грустность пропасть То есть только Одним будем доставлять Меньше будет расходов А одного хватает Только не говорите Что мне Двух даже Самолетов Хватать не будет Потому что все равно Тут Переполнение Такое идет 53 это довольно много Этот лук шоу Кстати тоже Вот его Загрязняет Вот давайте Смотреть Как у нас Загрязнение идет Видите Шум здесь Рядом с городом Это аэропорт И шумит А вот этот Он ну далеко В лесу То есть он не мешает Никаким городам Вот этот аэропорт Здесь конечно Шум очень большой Но он далеко От городов Что там у нас Давай ты Ну вот у нас уже Аэрокирпичики Плюс Сколько ты там забрал Ну он почти все забрал Я думаю двух хватит Вот тут 23 ля Ну вы думаете Я на этом остановлюсь Да не Зачем Давайте еще что-нибудь Сделаем Хоть аэропорт Я понял Что не обязательно Аэропорт ставить С каким-то Крутым городом Можно поставить С каким-нибудь Небольшим городом И он будет нормально Так Зарабатывать Го короче Вот отсюда будем Куда-нибудь туда Пассажиров платить Вот так Давайте в этот город 189 Ну или в этот скоп Давайте вот реально Куда-нибудь Сюда аэропорт Втычим И жители будут На этот аэропорт Приезжать с этого города С этого города И с Витебска Самого большого города И тут вообще топчик будет Я думаю если я поставлю Аэропорт вот Пассажирский Его здесь В самой жопе мира Я думаю без разницы Будет вообще Я думаю этот город Не зацепит Волна шума А здесь вот поставить Стыточки Его ништяк Кирпичики нам будут Приносить денег Много Ну Сколько там Авиатранспорт Смотрите сколько мы Зарабатывали раньше С авиатранспорта А сколько начали сейчас От него зарабатывать То есть мы просто Вот смотрите Просто у нас прибыль Пошла Вот называется Мы начали зарабатывать Год еще больше К тому же так Не на чуть-чуть А солидно больше Потому что Грузовой аэропорт Это вам не Какие там Два грузовичка С кирпичиками Или с хлебушком Это настоящие самолётики Конечно кирпич Не такой дорогостоящий Но поскольку он Далеко это все Вывозит Нормально так получается 20 лямов За одну доставку Ну вот И что мало Типа да Мало для вас Ладно Сейчас мы построим Всю дорогу Вот чисто Я делал Вот такие вот Пути между городами Просто Где там Основание города Хоп Хоп 42 ляма Это будет стоить Ну В принципе Почему бы и нет Я ж тут богач Богач Да Мне не жалко Почему бы и нет Все За 42 ляма Бюджетненько В кавычках У тебя здесь нормальная дорога Зачем Да ничего Я эти 40 ляма Который так что потратил Хобой на фарм Смотрите Вот я уже восстановился Почти Нормаз Че тут Че-то это город Какой-то тут Вообще слабенький Этот город Нужно вкачивать Че-то он тут Вообще не очень Блин Легче будет сделать Подземный Ход По этим городам Здесь уже можно и такое А вот здесь подземку Не хочу это все разрушать Давайте подземку Сделаем Просто вот за 14 лямов Подземку Между этими городами Прикордос Шикардос Ну вот у нас подземка Есть между этими городами А не по этой дороге Мне кажется Вот с этой подземкой Все Все короче Забьют на эту дорогу И будут ехать По это сейчас Вот Все кто хотят В этот город попасть Спокойно Просто по это еду Вот Блин Я не вижу тебя Вот Отлично Несколько транспортных средств Да На этот пофиг вообще Сколько там у меня Возраст обычный Транспортный Где статистика транспорта Возраст 61 год одному Я ему пофиг Ну так Будь так Что он в дорожном депо делает 61 год В депо А что ты в депо делаешь Я не понимаю У него цена падает Он в депо до сих пор У тебя же так скоро цена упадет на ноль Просто Ну тупо приносит расходы Все это время Так аааа Аааа Отправься Все Давайте мы его продадим Ну все Нормас Вухан Вухан Может вумен Ему еще один транспорт плохом состоянии давайте все-таки менять будем что мне это надоело менять вас здесь тоже дорожку сделаем будем внедрять подземку конечно в том мире у меня вообще сказочное богатство здесь немножко меньше чем сказочное богатство но все равно если у меня здесь норма там скажешь на богатство можете только представлять сколько у меня там ну могу сказать у меня там 7 миллиардов живем люди здесь ну там я просто дофига самолетов устроил каждый из них там нет по 20 лямов приносит даже по 30 в месяц в год и на просто такие сидим и ничего не делаем и зарабатываем где-то 200 лямов чего ну типа чем ну чё типа чем миллион пятьсот миллиард пятьсот точнее хоть я и трачу все равно большая прибыль и давайте короче теперь проведем наши пассажирские линии с которых мы будем и получать весь основной актив на наших пассажирские линии даже четыре города может быть почему бы и нет я конечно понимаю что я сейчас много денег потрачу на это все но линия двадцать четыре опс сюда можем сразу на нее транспорт чекнуть и иди пассажир возить и все вывозить их на этот аэропорт все дальше вот это линия 25 не будем делать переполнение поэтому построим другую станцию вот здесь вот сюда линия 25 готова все можем скидывать сюда транспорт и тоже забыть про меня на века еще один транспорт да пофиг ну давайте все таки он я вижу возит на железную дорогу так что это важная штука ну вот здесь сейчас мы короче оживим самые такие неработящие города ну типа вот этот же город он вообще такой не очень крутой рядом с ним будет аэропорт и он сразу вот такой вот уже я думаю поднимет количество жителей а то в Витебске вот с двухтысячного года с какого началась типа наша вот эта вот карьера транспортная здесь вот в Витебске вот в этом городе основном было и то больше жителей чем тут даже в 2081 то есть вы понимаете что то нам надо раскручивать шевелить ну линия 27 сейчас мы короче здесь такой вечеринку строим вот уже мы отправили 4 линии на один аэропорт только правда пока здесь они будут только нам убытки приносить потому что пока этот пока не работает аэропорт никому туда не надо ехать просто в лес поэтому можно даже время остановить я думаю ну так и с этой стороны мы все сделали вот чтобы сделать пассажирские авиаперевозки нужно попотеть еще над перевозкой жителей в эти аэропорта потому что так их будет мало вот сейчас мы сделаем все и будет идеал где-то мы остановку вот не 28 здесь пусть отсюда тоже пойдет вот этот город кстати лук шоу вот этот вот ну нормально город такой мы claimed строили успешных линию которая вначале была очень крутой сейчас принципе но по сравнению с нашими новыми линиями с этими аэроперевозками вот это вот там уже это топлива 2 там нищета просто смотрите вот топлива 2 мы считали его очень такой прибыльной линии но сейчас короче аэрокирпичи про всех удел и все загрузки 71 из 71 то есть два самолетика таких примерный подойдет а мы запустили транспорт я забыл пока нет эта линия вообще есть станции да есть там есть транспорт но ничего сейчас делаем и тиковы на 29 давайте что-нибудь еще отсюда пошлем или отсюда здесь триста шестьдесят жителей здесь норму кстати с этим этот город сам по себе такой довольно триста шестьдесят жителей ничего нет это нормас город такой мне кажется нужно за ним немножко последить поразвивать хотя не здесь есть все таки а то я уже не увидел ничего я думаю тут ничего нету он так разбился на самом деле здесь есть одна пассажирская но этого мало для супер крутого развития ну все тридцатая линия тоже вот у нас готова с пассажирских линий кстати более заработаем ну теперь осталось только самолетики лучше сделать на отдых конечно по островам прикольнее на самолетах летать но здесь я думаю тоже будет прикольно и вот сюда ничего мы кучу самолетов наделаем и будем зарабатывать больше честно пассажир пассажир вот где у нас тут самые быстренькие такие самолетики аэрбаз топчик тут вот есть самолет который вот 974 более Гой вот наводки вот уже две аэролинии построили это не так быстро как мы щелкнули вот вроде вот эта вот серия посвящена самолетикам мы тут авиалинии всякие дела но ну мы в ходе этого просто дорожных линий сделали в четыре раза больше восемь штук где-то делали или нет а мне пофиг что несколько транспортных средств находятся в плохом состоянии все вот там была вот в первой части автозамена а здесь я не знаю где эта автозамена или на нее забили ладно вот че у нас пока вот тут никто не хочет покататься на самолете о пошел первый человек уже пошел сейчас тут с автобуса автобусы начнут побольше забирать с собой жителей и вот уже начнут нас наш вот принципе первые посетители нашего самолета уже рады один житель хочет покататься на нашем самолете дерево здесь нужно заменить заменим о а прям тут столпились они все только я что-то не вижу огромного количества жителей не знаю скоро будет ооо вот здесь уже поехало уже вот 32 человека и скорее всего большая часть из них хочет покататься на самолете вот уже видите они горой толпой в первой части эти авиалинии вообще не разбивались никак там нереально было даже десять пассажиров собрать а здесь они просто горой вот это радует вот это радует ну как то там или это туда а это кирпичи ну давайте что у нас там прибыль 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 и прибыль ну логично что там по другому могло быть что у нас там по новой авиалинии где-то где отдых на отдых называется где-то вот ну чё как восемь восемь человек уже везет мне кажется тут мы больше двух-трех миллионов мне кажется вот где-то два миллиона пятьсот мы заработаем с восьми человек ну или я завысил как-то ну вряд ли мы слишком много получим хотя поскольку это дальний марш рот мы можем получить где-то миллиона два-три будет нормальный смысл получим сколько миллион пятьсот ну тоже нормас а сейчас полностью загрузим его видите здесь много пассажиров сейчас мы полностью 3333 сейчас мы полностью его загрузили и посмотрим как он уже там нам покажет давай покажи нам что такое денежки полетели все таки на островах прикольно между островами летать чё ты там разгонишься давить до девятиста или не восемьсот максимум ну тоже нормас чтобы разогнать там 900 это нужно с самого начала всю карту по диагонали очень большого размера как мы тогда делаем ну я уже понял что там много заработаешь я могу уходить как там у нас по городам идет развитие пока витебске держит звание самого большого города но конечно с экологией у него проблемы у него просто источники загрязнения везде здесь аэропорт который все загрязняет к чертям железная а кстати железная дорога не загрязняет ничего обычная дорога посмотрите сколько ведет а вот а вот от чего вот у этого вот ничего нет а вот дальше идет слой вредных выбросов конечно здесь шум большой но вот в этой части города спокойненько но небольшой шумочек здесь низко большой шумочек тут у аэропорта здесь вообще шума нету один ноль ну производство он есть конечно от реки шум идет а в лесах вообще спокойно ноль просто держится она зацепляет этот город ну нет видите аэропорт вот здесь вот красный вот здесь он конечно огромный шум создает но до города он не доходит в городе такой стандартчик идет это радует вот у меня вопрос не придется новый самолет добавлять на эту на линию на отдых так сколько это там за 300 пассажира получится мне интересно ну фига здесь уже пассажиров скопилось сколько 88 мне кажется что все таки нужно второй самолет сделать тонн 8 лямок получается где-то поместительную что-нибудь будем тогда не скорость а вместительную сделать чтобы сразу упаковать все в одну консерву давайте боинг на 50 вместительности почему бы и нет на отдых все лети хлеб витебск ну хлеб витебск это важная линия для нас так что здесь нужно новый транспорт сделать 50 пассажиров взял и полетел вот так вот и надо интересно где они всех рабочих игрок моментально таки появляются так если вы думаете что слишком легкая игра хоть я играю на легком уровне сложности но все равно все таки надо подумать развиваться чтобы денег много получать а вот на сложном уровне сложности там вообще прибыль не идет практически что ню тайпай сити север вот мы садимся что там у вас уже не так с пассажирскими я хочу посмотреть сколько денег получим так ну сколько здесь уже 67 ну вот два самолетика наше прилетело один заберет 50 другой доберет там что будет 8 ям 8 ям чего 8 он же 50 завез по-моему больше должен или тот получал не так много ладно ну в общем что у нас получилось за эту шель мы создали короче две очень прибыльных линии аэрокирпичи и на отдых ну и сделали немножко новых таких пассажирских линий скоро они еще сами будут богаты ну вот грузов конечно 350 тысяч это не так много когда я сам играл в свободной игре там прикиньте миллион перевез ну ладно что у нас тут тут норм там же десятками сейчас пойдет и десятки ну что вы там все в плохом состоянии все плохо ну что у нас там по годам идет вот вот 82 год мы вообще ничего не тратили не было вложений вот с авиатранспорта мы собирали 49 лям ну то есть расходы у нас конечно были большие ну смотрите вот тот же вот когда мы это начинали 275 год 158 миллионов мы заработали не учитывая расходов за две семьдесят пятый год это начало этой серии я помню даже а вот в последний год мы уже не учитывая расходов заработали 226 то есть ну заметно разница то есть где-то на 70 даже миллионов больше а по расходе комс что у нас там надо посмотреть что у нас там по расходам и здесь у нас расходы сто тридцать четыре миллиона а здесь сто сорок пять ну за этот год мы потратили больше конечно конечно потому что вот в этом году в самом начале я красоту и сделают эти аэропорты все и поэтому мы потратились вот уже заработали я хотел два миллиарда но все таки один миллиард девятьсот лямов тоже было мы тратили много надеюсь вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал смотрите прошлые видео вот подсказочка вылетела где вот вот там подсказочка вылетела и там смотрите прошлое видео вот тут стыкайте всем пока пока и